Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Ну что, сегодня ровно месяц, когда я начала кето. Да, сегодня 26 декабря, вот-вот совсем скоро Новый год. И по истечении обстоятельств сегодня я дома. И поэтому я решила сразу, уже не отходя от кассы, и вам все сказать, поделиться, рассказать свое вообще мнение, свои ощущения. Соберу это все в кучу. Я даже воспользовалась своим блокнотиком. У меня есть специальный блокнот, когда я начала кето. Я начала его заполнять. Здесь у меня на первой странице я записываю свои объемы. Дальше у меня здесь запись, это касаемо веса, вообще все что-либо. Сюда также я записываю рецепты, какие мне нравятся, какие нужны добавки при кето. И, конечно же, мои изменения в организме, что и как. Я все сюда записала. Себе такие некие шпаргалки, и чтобы я помнила, и чтобы я могла с вами сейчас поделиться. Конечно, в процессе того, как я снимала в течение месяца все свои тарелочки, я вам о них говорила, но уж простите, я вам повторю, я думаю, что было бы неплохо все собрать, все в кучу. И в конце, конечно, я вам расскажу про свой вес, что у меня случилось, как у меня это было, и вообще подведем итоги, так скажем, за месяц. Итак, первое, что я могу сказать, что я могу выделить, особенно для меня это было важно, это то, что я перестала хотеть сладкое, именно покупное. Да, я в течение месяца делала себе один раз конфеты кето, кето-конфеты. Вот на них у меня было желание съесть не две, допустим, а три, или там не одну, а две. Но это такая мелочь по сравнению с тем, чтобы пойти там в магазин, накупить там всяких разных конфет, которые мне нравятся, да, и вот просто сесть, да, можно даже и не сесть, а просто там пойти взять и пошла куда-то там дальше. У меня этого не было, то есть в тяги к сладкому за весь период у меня не было, у меня не было желания, хоть у меня и сын, допустим, да, ел. Не могу его отучить от сладкого. Там родители, муж, ну, мне как-то было спокойно, мне как-то было параллельно, я не обращала на это внимания, поэтому для меня это идеально. Ни на одном питании, сколько бы я ни сидела, ПП, не ПП, барменталь в своё время, где бы я ни была, у меня не получалось не есть сладкого вообще, а это уже, получается, 28 дней я не испытываю тяги и не ем сладости. Ну, это круто, да. Слишком затянуло про сладкое, но для меня это прям вау-вау-вау, потому что этот человек сладкоежка, которая без сладкого, это была не я. Но сейчас это я, и мне это безумно приятно, я прям молодец продолжать в том же духе. Единственное, конечно же, я себя люблю, в плане того, что я хочу сладкое, и я себе его позволю. Я кое-что себе заказала, не знаю, успеет оно прийти до Нового года или нет, но если что, уже после Нового года обязательно вместе с вами сделаем какие-то конфеты, которые, они вообще очень простые, и там заморочим вообще по минимуму. Я уже так себе отметила, ещё хочу сделать кое-какие вкусняхи, но я так понимаю, что это не надо мне делать сразу и всё, надо делать как-то постепенно, возможно, со временем у меня это желание вообще пропадёт, я не знаю, но это, знаете, как-то дозировано, дозировано, не всё и сразу. Вот, так что самый первый пункт, да, отказ от сладкого покупного. Уточняю, какие-то конфеты были. Второе, девочки, я читаю, потому что я могу что-то забыть, я не потею. Девочки, это вот, это самый большой плюсище, наверное, который можно только выделить в кето. Это вот выходишь на улицу в куртке, одетая. Даже я вот ходила, получается, здесь сколько, остановок шесть, до дома пешком, да, то есть я не садилась на автобус, а шла пешком после работы. И я чувствовала, что это, знаете, что я горячая. Ну, в плане того, что я разогретая, потому что я иду, но у меня не было такого, что я там пришла, сняла куртку, у меня спина там мокрая, голова мокрая, с меня там семь поток сошло. Этого нет, это просто прекрасно, это чудо. Нету того, что ты собираешься на работу. Это быстрее-быстрее идёшь, быстрее-быстрее на остановку. Туда села, там пересела. И вот это вот постоянный круговорот, на работу приходишь, ты вся мокрая, голова мокрая, этого нету. Это просто, это прекрасно. Это прекрасное ощущение, это просто кайфово вот так вот. Просто идти и не быть мокрой, как после душа. Это круто, правда, это очень круто. Дальше. Такой, знаете, момент я увидела, наверное, через неделю кета, скорее всего, где-то так это было. И я так подозреваю, что это уже у меня прошёл кетогрипп. Кстати, по поводу кетогриппа, сразу скажу. Кетогриппа у меня не было. В плане того, что кетогрипп может сопровождаться точно так же, как будто ты болеешь, только без температуры. То есть ты лежишь в лёжку, тебе плохо, голова кружит. Всё вот это вот может быть такое, выворачивать может это состояние кетогриппа. У меня его не было. У меня единственное было непонятное такое состояние в голове, как будто, знаете, какое-то помутнение в голове. Вот этот момент у меня был. И вот пару дней прошло такого состояния. И, девочки, я себя не узнавала в том плане, что я вот чувствую, что я физически, я устала. Но я приходила, я занималась шаги слесли делала, я какими-то делами занималась, я вот постоянно вот так вот крутилась, вертелась и только вот успокаивалась, когда наступала ночь, ложились спать. То есть я, получается, у меня физически я уставала, ну я чувствую, что я устала, но вот энергии такой вот бешеный был прилив, и я его чувствовала. Сейчас как-то, знаете, а могу так сказать, что я, по-моему, свыкла с этим состоянием, и у меня такого сейчас нет. Но, блин, это просто нереальное крутое ощущение, когда ты приходишь, и тебе не хочется так рухнуть на кровать, и все, чтобы меня не трогали. Этого нету, это прям классно. У меня пропало желание поспать днем. Это вот тоже вытекает из этого, потому что, когда я приходила с работы, мало того, что я на работе вообще не сижу, я там бегаю по этажам, у меня такая работа энергозатратная, и вот эта вот постоянная движуха, пересадки, получается, пока ты доедешь домой, то есть нет у меня прямого маршрута до дома, и вот приходишь домой, ты вот никакая, тебе хочется лечь, и вот все, и меня прям вырубало. Благо, у меня есть мама рядом, и сыном была она, пока там его как-то так отвлекало, еще сына за садом заходила, потом его домой, и она его отвлекала, то есть где-то час я всегда дремала, да, я понимаю, что я вот, скажешь, какая хреновая мать, возможно, не знаю, но мне вот, я просто была вот никакая. Сейчас этого нету, сейчас у меня бывает так, что мне там побаливает там стопы, то, что я чувствую, да, а вот чтобы лечь и рубануться, я не знаю, не знаю, что будет правда после Нового года, потому что Новый год все-таки Новый год, походить, побродить особо не ходишь, ну, короче, первое число покажет, какое оно будет первое число, но сейчас на данный момент так. Нет, немножко отвлекли. Дальше момент, девочки, бодро встаю по утрам. Да, у меня было такое, что я могла в некоторых днях, особенно так к концу недели, просто не слышать будильника, или прям заставлять себя вот так раскачивать, вставать, ну, давай, причем мне будильник звонит раньше, даже чем у Антона, но для меня было это очень сложно. Когда я уже перешла на кето, пару дней спустя, как раз-таки где-то вот после этого помутного такого помутнения в голове, у меня получилось так, что у меня вот звонит будильник, и я раз и встаю. Не знаю, возможно, для кого-то это не проблема, встать там по будильнику быстро, не надо вот это вот раскачиваться, но у меня было так, говорю, как есть, и сейчас этого нет, прям классно. Единственное, девочки, могу так сказать, у кого-то есть проблема с засыпанием, то есть у кого-то может быть бессонница, кто-то может мучиться от этого, не спать, но у меня, слава богу, этого нету, меня это прям радует. Конечно, можно выпить там мелатонина на ночь и спать спокойно, но слава богу, я обошлась без этого, и пусть так оно и будет дальше. Не хочу никаких бессонниц, не хочу я там лунатить по ночам, что я не могу уснуть. Нет, пожалуйста, без этого. Самое главное, что да, что я засыпаю хорошо и бодро встаю, ну, это тоже одна из прелестей. И девочки, так она себя посмотрела в камеру и поняла, что я один момент, я не записала, это то, что, девочки, я удивляюсь своей коже. В плане того, что хоть мне уже и не 15, не 19, даже не 20, к сожалению, но меня сейчас не так беспокоит высыпание на лице. То есть, если у меня перед критическими днями могут там высыпать такие болючие какие-то, знаете, комедоны прям глубокие, сейчас этого нет. Даже если у меня высыпает какой-то, вернее, если у меня появляется какой-то прыщ, он поверхностный, что меня радует, и он очень быстро проходит. У меня руки такие, что у меня они чешутся, мне надо это всковорнуть, убрать, я не дам спокойно ему жить на своем лице, но проходит это быстро. Это тоже большой плюс. И в течение вот этого месяца я как раз-таки заметила, что у меня не было ни одного, ни одного глубокого, болючего такого вот комедона. Тоже плюс, почему бы и нет. Так, ну и самое, знаете, такое я заметила за собой, это то, что я даже, когда готовлю для там семьи отдельно, да, я не пробую ничего. В плане того, что даже попробовать на специи, попробовать на соль, готова-не готова, вот настолько я себя настроила, что сейчас этого у меня нет. Это просто круто. Да, у меня сегодня видео круто-круто-круто. Уж простите. Вот. Такие вот моменты, которые я заметила по себе. Ну и давайте плавно переходить к самому такому приятному, к самому главному, это к объемам и весу. Заходит, заходит и заходит. Так, ну что, по поводу, давайте сначала с веса уж начнем. Ладно. Вставлю, конечно же, фотографию, как обычно, получается. На 28 ноября у меня вес составлял 127,600. В первую неделю я спросила 3,9, а вторая неделя 0,8. Вот. Потом у меня на две недели стоял вес на цифре 122,2. Я могу так сказать. Когда я взвесилась в субботу, девочки, я просто, я была такая бешеная. Опять же, мне это было бешенство, потому что я все равно видела эту цифру 122,200. Но я встаю в воскресенье, и вы не поверите, я вставала на весы пять раз. Я думала, не может быть. Я думала, что я еще не проснулась, я протирала глаза, я меняла весы, я меняла место. Думаю, ну может, я там где-то что-то ошиблась, я не знаю, или как так. Но на утро 25-го числа получается, у меня вес был 129,00. То есть, у меня там ушло больше килограмма. Больше килограмма девочки. Как я прыгала, как я скакала, вы бы меня видели, никто не понимал, что происходит. Но просто сам факт, что две недели у тебя стоит вес, он не двигается никуда. Я понимаю, что я ем правильно, я ем, ну не нарушаю ничего в плане того, что не ем то, что мне нельзя. И вот он стоит, я думаю, что да ем, по-другому не можешь сказать. Ну что это такое? А это вот этот вот, у меня такой адреналин, скаканул, вы просто не представляете. Я понимаю, что вес не маленький, я понимаю, что еще ох-охо, но просто сам факт, что я держалась, я держалась, и оно у меня пришло. Получается, за весь период я сбросила 6,7. Конечно, моя десяточка, на которую я рассчитывала, не случилась, но все-таки, я так надеюсь, хотя бы округлить цифру до Нового года, тут осталось немножко, но хотя бы, и посмотрим, сколько я прибавлю или не прибавлю. Надеюсь, что не прибавлю за Новый год, не знаю. Вот. Кстати, по поводу Нового года мы смотрим меню такое, составляем на стол, чтобы я могла есть. В планах у меня нет приема алкоголя, но это сейчас. В планах как будет, я не знаю, на кето можно крепкий алкоголь, можно водку, коньяк, можно красное сухое вино. Что будет, я не знаю. И по поводу... Так, давайте сразу объемы скажу. Объемы я измеряла дважды, то есть в самом начале и вот вчера. Получается, по объему по груди у меня ушло 4 сантиметра в талии, в талии у меня ушло 8 сантиметров, самое большое, причем я чувствую это вот уменьшение в талии, в одежде, в зимней так точно это чувствую. И в бедрах у меня ушло 3 сантиметра всего лишь. Вот. Может, надо было бы всю себя измерить, чтобы не только были три единицы, но, короче, что измерила, то измерила, что имею, то имею. И по поводу того, что момент, если происходит плато, если у меня вес стоит, что я делала, как я делала вообще изначально, когда я только встала, а, вот еще про тарелочки забыла сказать, когда я начала только вот питаться, да, я выставила себе определенное время, что я ем только, там, допустим, в час на работе мне было удобно, да, и приходя домой в 7-8. Я ела вот это вот постоянно в одно и то же время, на протяжении всего этого периода, да, две недели, ладно, первой схожу. Вот, потом просто я девочки взяла и поменяла время. У меня было так, что за месяц у меня было два дня, когда я ела один раз за 23 часа, ну, за 24, то есть 1-23 у меня был, один час я ела, 20, ну, не то, что час целый, а вот в период одного часа я ела, и 23 часа у меня было голода. Вот, а потом поменяла, что я начала кушать где-то в 10-11, и вечером у меня был прием в 7 часов, где-то вот так, что нужно менять вот эти вот интервалы, не то, что ты вот постоянно ешь, вообще по идее, по идее на интервалке, когда ты сидишь, что ты должна есть тогда, когда ты чувствуешь прям непреодолимое желание есть, что у тебя там желудок к позвоночнику прилип, что уже прям вот не могу, у меня, к сожалению, наверное, еще, мне еще по-любому за месяц он не уберется, в голове присутствует от этого страха, что как это так, я буду есть там один раз, как это так там, или какие-то вот такие вот моменты, что у меня есть этот страх, поесть там один раз или поесть там намного позже, а вот то, что мне нужно есть сейчас, но я не хочу, я поем позже, у меня вот этого, к сожалению, нету еще. Но я надеюсь, что я к этому тоже приеду, ну, вот как оно есть. И еще, По поводу тарелочек. Что я вам хочу сказать. Начала монтировать видео с самых первых своих тарелочек. Сейчас можно же расслабиться в плане того, что не надо выпускать прям сразу. И поэтому я сейчас только начала монтировать. И могу сказать так, что тарелочки изначально у меня были прям ого-го. Я могу вам сказать, что они были хорошего такого наполнения. Бывает, что я наложу себе больше. То есть я хочу как бы такое значение, что я прям голодная-голодная. И голодными глазами ты накладываешь себе больше. Однозначно. Но сейчас они стали у меня меньше. Я так думаю, что это будет заметно уже в последнее видео, где будут последние тарелочки за этот месяц. Однозначно они стали меньше. Куда деваться? Мы такие. Самое главное, что я ничего не взвешивала. И это просто прекрасно. Ну все. Я вроде бы все вам рассказала. Все вам просто разложила по полочкам. Просто как на духу, как оно есть. Я надеюсь, вы меня поддержите. Напишите комментарий внизу. Как вам такой результат? Много, мало. Пробовали вы кето, не пробовали кето? Я очень довольна. Я продолжаю на кето. Меня все устраивает. Поэтому да-да-да. Самое главное – это настрой. И только-только вперед. Все, мои хорошие. Спасибо вам за все. А я пошла делать дела дальше.